Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 4 минуты московское время. Полёт нормальный. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. Сияющая солнышко крымская Лиза Калинина и наш замечательный гость. Дорогие друзья, мы безумно рады. У нас в гостях сегодня Дина МС-47. Он же Тимур Кузьминых. Тимур, привет. Спасибо огромное, что ты к нам пришёл. Посмотрели твой инстаграм, чтобы понять, чем живёшь. Последние дни активно болел за сборную России вчерашним днём. Да, друзья, я думаю, что на сегодняшний день это главная новость. Я хочу всех поздравить с победой нашей команды, с выходом в четвертьфинал. Это же исторический результат, можно сказать. Безусловно. Ты вообще болельщик? Да, я болельщик, конечно. Я вообще интересуюсь спортом, люблю спорт. Я люблю футбол, люблю хоккей, люблю смешанные единоборства. Ну и всякие там ключевые события, соревнования, типа олимпийских игр. То есть я как бы так пытаюсь быть в теме. То есть чемпионат мира, который сейчас у нас в Москве проходит, для тебя такой же праздник, да? Как для большинства россиян. Активно пытаешься быть в теме событий. Ну разумеется, есть. Естественно, конечно. Вы ходишь, потом на улицы фан-зоны ходишь, на матчи ходишь? Я ходил два раза на... Ну один раз я ходил на Никольскую, там еще один раз мы ходили так, просто гуляли в центре. Посмотреть, да, что происходит? Просто так, честно сказать, ощутить эту атмосферу, ощутить эту энергетику. Ну, не знаю, это, конечно, круто, да, но, может быть, я уже, честно сказать, староватый для таких движений. Слишком эмоционально. Да, мне уже, знаете, наш привычный московский порядок как-то ближе и больше по душе. Потому что мы уже привыкли к тому, что в Москве всегда все спокойно. Ну, а тащите себя так? Не такая движуха, да, как сейчас? Нет, ну все-таки так, как сейчас не было никогда, я думаю, и вряд ли когда-то теперь еще будет. Вот, потому что реально это море людей. Очень громко. Все шумят, кричат, веселятся. Вот, это, с одной стороны, круто, вот, но, с другой стороны, я как-то уже, вот, лучше, знаете, где-нибудь там в хорошем заведении на большом экране посмотреть. Посмотрю тогда со своей компанией. Понятно. Вот, но, с другой стороны, конечно, атмосфера реально крутая, очень приятно, что, ну, вот, сейчас все, вот, один голос повторяют, что Москва, Россия, как бы, показывает себя с другой стороны. Столица мира в данном случае. Да, то, что много гостей, и все, действительно, Россия очень гостеприимная страна, и все очень так хорошо здесь проводят время. Поэтому пусть этот праздник продолжается. На этом кураже спортивном нет ли у тебя таких приливов написать что-нибудь, какую-нибудь песню, стихотворение, что-нибудь такое выдать? Эмоциональное. Вы знаете, просто уже много артистов это сделало. Приурочили свое, да? Да, 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 то есть как-то люди вот изначально, изначально, знаете, готовились к этому, продумали, это такой конъюнктурный некий ход, вот. Я как-то этот момент упустил. Понятно. Вот. И сейчас уже, мне кажется, поздно. Ну, посмотрим. Нет, ну, если, конечно же... Вдруг муза придет, и сегодня вечером ты на вечер. И к финалу. Нет, если, конечно, мы там выйдем в финал, вот. Вот, или, я думаю, даже на самом деле, ну, даже выход в полуфинал, это уже автоматическое, то есть, как бы, попадание в четверку лучших команд, то есть, по сути, ну, там, это бронза. Да. Вот, я думаю, что это будет уже абсолютно невероятным результатом, то есть, на который никто не рассчитывал, и я уже представляю, как Данила Козловский будет снимать новый фильм. Уже не тренер, а сборная, видимо, да. На этот раз про футбол. Друзья, сделаем небольшую паузу, после которой вернемся уже к музыке. Оставайтесь в компании Страна ФМ. Дамы и господа, мы продолжаем, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Дина МС-47, он же Тимур Кузьминых, сегодня в гостях, и мы, собственно, сейчас уже от футбола перейдем к обсуждению музыки. Да, мы знаем, что ты пишешь альбом сейчас, создаешь. Я пишу альбом, да, после достаточно длительного перерыва, это было связано с тем, что у меня родился ребенок, и как-то я вот решил провести... Ну, посвятить другому себя. Посвятить себя, да, посвятить себя семье и сыну, и, в общем, взял, да, и взял такую определенную паузу, вот, сейчас я пишу альбом. Как идет процесс? Тяжело, честно сказать, знаете, опять... После перерыва, когда... Ну, не то, что там после перерыва, а как-то вот все, тренды меняются быстро, да, и... То есть надо как бы делать и по-модному, вот, и при этом как бы не потерять какой-то свой стиль, да. Поэтому вот год назад я записал, практически сделал весь материал и понял, что, ну, не получилось. То есть это не совсем то, что я бы хотел, вот, и там по качеству, там и по аранжировкам, там, и по качеству сведения. И, в общем, какую-то часть материала пришлось отбросить, выбросить, вот, другую часть сейчас я переделываю, дописываю новую. В общем, это такой детали уже, не хочется вдаваться в детали непосредственно, там, творческого процесса, да. Вот, ну, вот, я надеюсь, что до конца этого месяца я его закончу. Так, интересно. И в сентябре, в конце сентября, может быть, в начале октября, вот, выпущенный альбом. Сюжет презентуешь осенью. Да, и вот сейчас планируем снимать еще несколько новых клипов, вот, поэтому не ждем, пока наш материал доделается, досведется. Тем более, что сейчас студия у меня своя, она у меня дома. Отлично, молодец. То есть я много лет работал там с разными авторами и звукорежиссерами, вот, а сейчас у меня своя команда, и... Нет, от кого не зависишь вообще. Да, и мы все делаем сами. Ну, здорово. А пластинка, уже есть у нее название или еще не придумал? Нет, пока нет. Пока еще нет. К сожалению, вы знаете, вообще вот с названиями у меня вообще какая-то беда. Что так? То есть даже, грубо говоря, вот, называешь, готов трек у тебя, да? Это даже как-то вот трудно... Треком название тяжело дается. Вот, а придумать название альбома, это вообще целая история. То есть это же должно быть что-то такое и концептуальное, вот, и лаконичное. А если фэн-клуб привлечь, Тимур? Может быть, как-то подскажешь? Как вариант, да, можно провести некий типа конкурс, вот, можно попробовать, да. И мы надеемся, что также как можно скорее ты снимешь клипы, которые будут в эфире, будут на ютюбах собирать миллионы просмотров. Будем надеяться на это тоже, да. Ну, а клип, клип когда будет? Можем мы уже поговорить? Съемки идут или в процессе? Вот мы снимаем 20-21 числа этого месяца один клип и еще у нас одна съемка, еще съемка, еще одного видео назначено на начало августа. Секреты пока не раскрываем, да? Ну, просто пока особо рассказывать нечего, то есть это треки, которые никто не слышал. Ну, по крайней мере, анонсируем, что летом снимаем и что-то выйдет интересненькое. Все-все-все осенью, все уже будет выходить осенью. То есть смотри, ты сразу снимаешь клип на абсолютно новый трек, не обкатывая его на концертах, ничего, да? Нет. Абсолютно. Ты же тоже подход, Лиза. Да. Сделаем небольшую паузу, после которой вернемся, будьте поблизости, друзья. Он еще не ушел, друзья. Он еще сидит в гостях у страны ФМ. Дина, МС-47, по-прежнему играет на ложках победы. Он неоднозначно звучит, говорит, он еще не ушел. Да, не дождетесь, друзья. Не дождемся, да. Мы его будем расспрашивать о музыке, о клипах, о рэпе вообще. Как, кстати, рэп поживает? Расскажи. Вот ты же все-таки внутри идет по нарастающей по-прежнему. Рэп в России в самом полном порядке. И на сегодняшний день, мне кажется, это реально номер один музыкальная культура. Как никогда, мне кажется, да, сейчас период такой для рэпа. Какой-то больше масс взял, что ли? Ну, временами бывали спады, бывали подъемы. То есть, но на сегодняшний день, конечно же, это музыка номер один у молодежи. И есть очень большое количество молодых крутых артистов, которые такие, ну, настоящие прям ролевые модели. То есть, большие звезды. Тебе присылают что-нибудь? Дина, посмотри, оцени, дай совет. Дай совет, да. Порекомендую. В сетях показывают что-нибудь? Ну, показывают, да, периодически. Что скажешь? Уровень какой молодежи? И ты смотришь вообще или как не реагируешь на такие штуки? Когда присылают, просят что-то, оцени. Слушайте, вы знаете, просто, мне кажется, мое мнение такое, да, вот я о своем творчестве никогда ни у кого мнения не спрашивал, да. То есть, делаешь и делаешь, если ты должен быть в себе уверен, понимаешь? Не нужна обратная связь, да, от кого-то сверху? Нет, обратная связь, естественно, нужна там от поклонников, да. Но когда ты просишь дать тебе совет, как сделать, никто в этом плане посоветовать тебе ничего не может. Ты можешь делать только сам, и только сам расти. Не, мне присылают, ну, я слушаю какие-то треки, вот. Ну, я больше люблю, конечно, уже состоявшихся артистов, которые поднялись и делают действительно какой-то качественный продукт, контент. Да, сами задают тренды, абсолютно верно. Вот, то есть, не всегда мне, может, это, допустим, нравится, да, но... Как бы не уважать нельзя. Я понимаю, что это круто сделано, да, то есть, и поэтому... Вот, а те, кто, ну, спрашивают, а подскажи, а как сделать, а что мне делать, а как начать? Ну, я всегда говорю, ну, кто бы мне подсказал, ты знаешь. Тут какого-то вот, ну, такого конкретного плана, конкретного алгоритма не существует. Вот, все как бы... Индивидуально, конечно. Индивидуально, абсолютно, потому что у кого-то стреляет там видео, у кого-то стреляет трек, кто-то там, я не знаю, кто-то пишет песни о любви, а кто-то пишет какие-то социальные треки, кто-то пишет какой-то там жесткач, там, который понятен, там, да, молодежи сейчас. Вот, поэтому тут главное быть, ну, каким-то, мне кажется, честным, быть искренним и делать то, что ты понимаешь, то, в чем ты разбираешься. Угу. У тебя есть еще проект «Сомали в снегу». Как он поживает? Что там? Ну, вообще, обычно, мне странно, да, что мы на телевидении об этом, на радио об этом не говорим. Это такое мое альтер-эго. Мы говорим. Это такое мое альтер-эго, в котором я пишу о политике, о социалке. То, что беспокоит тебя. Это такое, да, мой, как сказать, отдушина моя такая, да, то есть это не коммерция, это не песни про любовь, это не треки, которые можно поставить на радио, вот, это такой материал. Это другой материал. Который понятен, ну, очень узкому кругу людей. Но там тоже не забрасываешь, работаешь, все идет, да? Или как? Ну, сейчас я работаю над своим основным проектом. Сейчас я работаю над своим основным проектом, поскольку... Ну, альбом, понятно, что это. Альбом. Нет, «Сомали в снегу» — это такое любимое дело, понимаете, любимое хобби. Дорогие друзья, у нас сейчас небольшая пауза рекламная. Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня Дина МС-47. Вы можете задавать свои вопросы. Вот сапвайбер 909-928-1-89-9. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Я думаю, что Тимур с удовольствием ответит, прокомментирует. И впереди у нас новая работа. О ней мы поговорим, посмотрим клип, но чуть-чуть попозже. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. И в гостях у нас сегодня Дина МС-47. Поговорим о работе, которая вышла в июне. Клип называется «Миамор». Давай, Тимур, делись, как все пришло в голову, как пришла идея, чья песня. Кто автор вот этого проекта вообще? Ну, смотрите, позвонили мне мои знакомые и говорят, Диноч, есть вот предложение, есть вот трек. Анти-одиночь называют, да? Ну, да, друзья так называют, да. Есть вот трек, а ребята, они снимали, это Георгий, собственно, режиссер клипа. Вот, он позвонил, говорит, вот есть история, говорит... Геома Цукатов, да? Да, все верно, да, Георгий. Вот. Послушай. Я послушал, то есть там были уже готовые, готовый трек, то есть куда нужно было просто написать рэп. Я подумал, блин, ну классно же, реально интересная песня, хитовая. И обычно вот хиты, ой, хиты, да, дуэты у меня получаются и становятся хитами. То есть там песня с Ираклием, ей уже 10 лет, а она до сих пор, вы знаете, так качает, и люди ее очень хорошо знают. Там или трек с Давидом, там «Ты больше не моя», или там трек с Бьянкой, на котором даже клипа не было. Ну, она вот реально, да, такое, ее все знают, она любима людьми. Вот, поэтому иногда, периодически, я думаю, ну почему бы не делать дуэты, вот. Хотя есть часть поклонников, которые вот любят «Сомали в снегу», допустим, да, вот они очень осуждают, то есть они говорят, что ну как-то это неправильно. Поэтому разные проекты. Да, да, поэтому я как-то вот все это развел в разные стороны. Ну, собственно, мне, я говорю, да, интересно, я сделаю. Я записал, написал буквально, вот прям вот сел и написал текст, я не знаю, может быть за час, может там за три часа, ну точно это вот прям вот. За один присест. Да, за один присест. Круто. Это вот в начале года было, получается, или когда это было? Не, ну это было не в начале года, это был март уже. В начале марта это получилось, а в конце марта мы уже улетели снимать клип. То есть все было очень быстро, получилось здорово, Даниал, собственно, мы с ним познакомились только вот на съемках. До этого не знакомы были, да? Ну, до этого нет, не были знакомы, я, конечно, посмотрел там его клипы, ну, поинтересовался. Красивый голос у парня, да. Нет, он у него очень, у него, во-первых, очень красивый голос, во-вторых, он очень сам по себе такой вот прям нормальный пацан, вы знаете, в человеческом плане, потому что обычно, ну, талантливые люди, особенно, знаете, какие молодые, они чуть как на волне там первого успеха немножко задирают нос. Звездная болезнь чуть-чуть, да. А он очень адекватный, очень хороший, очень талантливый парень, я рад, что вот так вот судьба, мы с ним сейчас, естественно, подружились, общаемся, вот, периодически он прилетает, мы выступаем там на каких-то мероприятиях в Москве, но, собственно... Как-то все быстро завертелось, закрутилось. Вот эти к тебе пришли с инициативы, так скажем, предложение поступило со стороны. То есть, естественно, ну, тексты все, извините, тексты я все сочиняю сам, то есть во всех треках, в которых я принимаю участие, я сам являюсь автором текста, вот, в некоторых я, естественно, принимаю участие там, ну, как, грубо говоря, там, сопродюсер, то есть я говорю, так, вот здесь это, здесь это, здесь поменять инструмент, то есть где-то, ну, чуть-чуть над продакшеном могу поработать. Ну, вот. Здесь уже была готовая песня, и, собственно, ну, она получилась, и решили, что надо снимать видео. Видео снимали на Кипре. Да, мы полетели на Кипр, это тоже уже отдельная история, касаемо съемок, потому что, мне кажется, Москва настолько переснята, все вот возможные, да, вот если вы с любым, с любым режиссером, там, или, я не знаю, или фотографом поговорите, каждый из них скажет, что снимать и фотографировать реально уже в Москве нечего. Только ленивый Москву сети не снимал. Да, потому что все снято, переснято, и бытует такое мнение, что Москва типа дико нефотогеничный город, вот. Ну, я с этим не согласен, но, на самом деле... Ну, понятно, решили, в общем, что-то поменять, улететь. Решили, решили, что вот лучше как-то сделать это за границей, вот, и получилось очень здорово, мне кажется... А давайте посмотрим, да потом обсудим. Давайте. Ну что, работа Миамор, поехали. Ты красива, словно это весна Собрала покой и мысли за собой Мне спросила, пробежала искра В сердце угодила прямо стрелой Что ой-ой-ой Не думая, назвали все это судьбой И пусть так не бывает, летели слова Ты спросишь, почему называю мечтой Ну, а я... Ты просто моя, 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 мой Ты сердце забрала, мы с нами, милый вон Ты просто моя, 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 мой Кроме тебя не вижу больше никого Ты просто моя, 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 мой Ты сердце забрала, мы с нами, милый вон Ты просто моя, 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 мой Кроме тебя не вижу больше никого Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не бойся, слышишь, я рядом, запомни, теперь ты моя В океане фейка мой, единственный, честный и верный маяк Мы с тобою останемся вместе здесь на всю ночь до утра Искра превратится в пламя, дальше вперед к южным ветрам Шикарное платье, четкая сумка, круто, лук подобран Среди всех этих змей, ты мать, королева, кобра Опасная, дикая, скромная страсть, ты моя Покахонтас, ты моя сила И наш космос за горизонтом Ты просто моя, 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 моя мой Сердце забрала мой с нами, милый вон Ты просто моя, 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 моя мой Кроме тебя не вижу больше никого Ты просто моя, мия, 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 мой Ты сердце забрала, мы стали милый вон Ты просто моя, мия, 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 мой Кроме тебя не вижу больше никого Ты моя, мия, мой Мая, мия, мой Ты великолепна, как рели Лучшие годы Самое любимое творение матери природы Ты как луна на фангане Мой проводник во вселенной То, что между нами настоящее и откровенно Ну что, это успех, мы поздравляем Спасибо большое Да, действительно, получилась хорошая, качественная работа Я очень доволен И трек, и клипы И девушки какие-то Люди, которые знакомы с моим творчеством Они все время ждут от меня такого что-то серьезного Знаете, вот пожестче, там, про политику Ну, короче, любят погрузиться люди А здесь же лето, праздник Чемпионат мира, отдых, там, я не знаю Ну, то есть, какая-то сейчас, мне кажется, атмосфера особенная Вот, и мне кажется, это видео, оно очень в тему Вот Я, в общем, я, в общем И спасибо тебе за то, что в Вайнапе ты нашел улицу Гагарина И что мы Юрия Алексеевича увидели в клипе тоже Это реально мое, вот, мое, так сказать, мое маленькое участие в режиссуре этого видео То есть, это я настоял на том, что что-то здесь должно быть снято Надо снять Потому что всегда приятно, да, когда за границей, ну, так или иначе встречаешь какие-то вещи, связанные с Россией То есть, либо это улица, либо это памятники Там же улица Гагарина, получается Это площадь Аянапа, это такой курортный город Да, пляжная такая зона Типа Анапы нашей Только движовье и стильней Да, но считается, что Аянапа, это, я даже не знаю, можно это говорить или нет Это не я придумал, друзья, не сочтите, что это как-то пафосно Звучит с моей стороны, но вот сами люди, которые там отдыхают, называют Аянапа Это Ибица для бедных, вот, чтобы вы понимали, это место Ну, бюджетное, давай скажем так Бюджетное И бюджетное Ибица, да То есть, это люди, где отдыхает в основном молодежь, где очень много клубов, тусовок Туда постоянно приезжают всякие диджей, техно-музыка Да, там красивые пляжи, это Средиземное море Вот И вот как-то мы там ездили, искали локации И смотрим, бас такой огромный, с размером с дом граффити Юрия Гагарина Вот Я говорю, ребят, это надо обязательно снимать И потому что это надо обязательно снимать Надо так или иначе, либо здесь что-то придумать, что-то прочитать Либо какой-то танец И вот решили танец одного из героев клипа снять на фоне Гагарина Причем герой-то непростой Да, очень круто Да, Тассос вообще интересный чувак Вот Он считается одним из топовых хореографов в Европе В Греции у себя он вообще номер один И в Европе он один из лучших Вот И он является постановщиком номеров Танцевальных номеров для конкурса Евровидения Вот Поэтому очень интересный То есть такой тоже необычный в плане творчества человек Девочка Софиана, которая снималась со мной Она из его команды Она такая Она тоже танцовщица Да, она танцовщица Вот Другая девочка, которая снималась с Даниалом, его героиня Вот Елена Ну, она светленькая, да Елена Арамова А, Елена, Елена, да Вот Лена, она Помимо того, что она Ну, модель и актриса Вот Она еще преподает в русской школе искусств На Кипре Да, она преподавательница То есть она Круто В общем, такая необычная тоже творческая личность Очень Подобралась действительно классная команда Как долго снимали? Сколько были? Ну, это было где-то порядка четырех дней То есть три полных дня И там какой-то еще был последний день Ну, там он толком не считается Ну, там тоже был какой-то подсъем Вот То есть это Такая работа Прям вот Прям вот с утра до вечера Грубо говоря, там Такой нонсопчик, да? С семь утра мы вставали Даже на пляж не ходили Не, на пляж не ходили Не ходили, нет Проехали около тысячи километров Вот Ну, Кипр это достаточно небольшой остров То есть там где-то 300 километров Из конца в конец Вот Но, тем не менее Тем не менее Удовольствие получили Удовольствие получили огромное Работать В хорошей компании В хорошей атмосфере С профессионалами Всегда здорово То есть иногда бывает Ну, там, вот снимаешь какой-то там Есть там какие-то большие бюджеты И так далее То есть здесь, в принципе Ну, такого невероятного бюджета не было Здесь была идея И такая атмосфера, да? И такая синергия, знаете, творческих И творческих людей Поэтому Я этой работой очень доволен Вот Это классно Спасибо за эту работу Друзья, мы скоро продолжим Оставайтесь в компании Страна.ФМ Дина МС-47 в гостях В телерадиоканале Страна.ФМ И мы знаем, что Тимур Не только прекрасный музыкант Но еще и человек большой души Есть такой благотворительный фонд Музыкант это громко сказано, конечно А как, вот как тебе правильно представлять? Не, ну, я скорее артист Артист, не музыкант все-таки Ну, музыкант это Вот Эд Ширен, допустим Мы сейчас в перерыве обсуждали Да Там, я не знаю Там Макаревич это музыкант Игорь Крутой это музыкант Молодец А я все-таки Ну, артист Понятно, интересно Хорошо, артист Значит, человек большой души И соучредитель благотворительного фонда Крылья твоей души Вот об этом расскажи, пожалуйста Слушайте, ну Немножко Я не хочу Не хочу Не хочу никого обманывать Да, и просто вот Мы действительно в свое время Организовали этот благотворительный фонд Вот Но так получилось, что Люди, с кем я его организовал Ну, с кем Соучредители Да Сейчас, к сожалению У меня с ними связь потеряна Может быть, даже по определенным каким-то Идеологическим расхождениям Вот Но, тем не менее Благотворительностью мы занимаемся Поддерживаем разные другие фонды В основном поддерживаем Всякие детские дома То есть Там на какие-то праздники Собираем вещи, подарки Ну, то есть Об этом Все это можно посмотреть Там в социальных сетях В инстаграме зайти Да Вот недавно, допустим У меня есть друзья Федеральный проект Называется Я расту со спортом Они открывают Спортивные залы В детских домах Вот То есть Вот реально За свои деньги Люди Покупают оборудование Строят Нанимают тренеров И тренируют Ребят И тренируют ребят Да Которые вот К сожалению Оказались в таких вот Сложных жизненных обстоятельствах Вот я периодически Ну приезжаю туда Там Ну мы как Чем можно поддержать То есть спеть Просто мотивировать Спеть добрым словом Главное Да, главное Это мотивировать Естественно Людей На занятия спортом И так далее На как-то Выбор правильного В жизни пути Ну Это такая Отдельная Моя миссия Скажем так Я чувствую в себе Необходимость Это делать И чувствую Важность Себе это делать Потому что Ну понятно Делиться надо Знаете Надо делиться Скажи пожалуйста Это Мерлана Которому скоро Четыре года Ты мотивируешь К музыке К спорту Или к чему-то еще Или он тебя к чему-то Мотивирует Расскажи Это сложный Это сложный вопрос Знаете Никто не знает Как воспитывать детей Вот Я естественно Тоже не знаю Но я Как правильно Как правильно Да Для меня самое важное Чтобы он Был личностью Вырос И Скорее всего Я делаю действительно Как говорите вы То есть Я смотрю Что ему нравится Чем он интересуется И как-то пытаться Его направлять В этом направлении Чтобы Развивать его талант И развивать его интересы Ну я однозначно Не буду на него Ни в коем случае давить Ты должен Это Ты должен То Ты должен Учиться Ты должен Получить образование То есть Это путь Ну с моей точки зрения Это путь Путь неправильный Да Потому что В свое время Меня тоже Пытались Из меня Слепить Кого Скажи Не артиста А кого-то Не артиста Ну там Я на юридическом факультете Учился На юрфаке Нотариуса В педагогическом университете Я если бы закончил У меня было бы Получается Две специальности Ну то есть я был бы юристом И И преподавателем Обществознания Ну был такой предмет Да есть еще А есть еще Да в школе Да Пойдет и знаешь Ну вот То есть у меня как бы Было бы Типа две профессии То есть и юридическая профессия И профессия Возможная И возможность преподавать Но вряд ли это было бы призванием Скорее всего Как говорили родители Ты вот главное Получи образование Вот получи корочку А потом разберешься И делай что хочешь Да мне кажется Это такая тоже большая Достаточно социальная Проблема В нашей стране Влияние именно родителей На вот Выпускников школ На выбор профессий Пытаются Они может быть Родители компенсировать Какие-то свои там Жизненные Желания Желания Да и Ну родители по-моему Приняли да Творчество Сказали все Нет ну естественно Конечно Сейчас то уже тем более Само собой Вот Я имею ввиду то что У нас столько людей Просто получается Со сломанными судьбами Вы знаете Вот поэтому люди Учатся 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 И потом Ну ничего Негде Это применить Понимаете А может быть он был бы Каким-нибудь там Я не знаю Гениальным инженером Или хорошим Художником Или барабачиком Ну мы не говорим Про творческие профессии Мы говорим про то что Не туда идет Надо помогать Людям Детям Подросткам Найти себя Да А ни в коем случае Не пытаться из них Лепить Какое-то Своё видение Вот такое Напутственное Напоследочек Спасибо тебе огромное Мы желаем успехов Чтоб лето прошло на ура Чтоб все получилось И уже ждем Новых альбомов Клипов Будем смотреть Наслаждаться Жди на MC47 Друзья Спасибо вам Гостяку страны FM Спасибо Хорошего лета До новых встреч Мы не прощаемся Пока Пока Лучшее в стране